Титаник Словно можете ощутить его размер и необъятность. Впервые высокоточные камеры и продвинутые сонарные технологии покажут нам новую потрясающую картинку. Эта экспедиция дала нам возможность полностью понять место крушения Титаника. Части лайнера, не виданные ранее, 3D делает их настоящими и осязаемыми, и тысячи пропавших обломков. Это временная капсула, и известно, что этот объект использовали в 1912 году. Это самое полное и высокотехнологичное исследование Титаника. Наконец, мы сможем увидеть полную картину. Мы увидим мир, который до этого никто не мог представить. И абсолютно по-новому узнаем тех, кто выжил, и тех, кто погиб. Посреди Атлантического океана на глубине 4 километров есть место, куда даже рыбы почти не заплывают. Но там находится самый изученный глубоководный объект. Это место, где покоится Титаник. В 1912 году это было самое большое судно в мире. Почти 270 метров в длину, крупнейший движущийся объект на Земле. О своих впечатлениях о Титанике судостроители и очевидцы рассказывали в своих письмах, интервью и газетах. Их слова о Титанике так же важны, как и свидетельства катастрофы на дне Атлантики. Двигатели Титаника помогали ему развивать скорость более 20 узлов. Предполагалось, что судно в первом же рейсе пересечет Атлантику меньше, чем за неделю. Но данный рекорд так и не был установлен. Титаник утонул 100 лет назад. Первые часы 15 апреля 1912 года. Сегодня современные технологии дают нам шанс взглянуть на разрушенный колосс. В 2010 году уникальная команда в составе Кинографического института Вудсхола, компании РМС Титаник, института Вайт и телеканала Хистери Ченнел объединили усилия для организации беспрецедентной экспедиции. Используя новые технологии и сонары последнего поколения, они планируют исследовать все место катастрофы и впервые создать его подробную карту. 130 квадратных километров. Впервые в режиме реального времени мир увидит изображение океанского дна высокой четкости с глубины 4 километров. Полученные кадры поразят даже опытнейших исследователей Титаника. В подводном обитаемом аппарате я ограничен небольшим иллюминатором, толщиной всего несколько сантиметров. Но с 3D-камерой вы словно находитесь снаружи, и ваш обзор не ограничен. Это впечатляет. Как будто вы находитесь рядом с обломками и видите все своими глазами. Раньше кадры Титаника делались сверху, из большого расстояния. При таком положении камеры все кажется плоским. Экспедиция 2010 года дала нам возможность взглянуть на Титаника под совершенно новым углом. И это само по себе поражает. С такими возможностями вы можете буквально побывать на палубе Титаника. Вы можете видеть намного больше, чем через иллюминатор подводного аппарата. Так мы можем прикоснуться к прошлому. Перенести в то время и представить Титаник не только как корабль-призрак, но и увидеть картину того, что же на самом деле произошло в поздней ночи 14 апреля и рано утром 15 апреля 1912 года. Среда, 10 апреля 1912 года. Титаник покидает Саутгемптон. Это второй из трех гигантских лайнеров, построенный для Уайстар Лайн. После небольших остановок во Франции и Ирландии «Титаник» отправляется в Нью-Йорк. Большинство пассажиров «Титаника» путешествовали третьим классом. Это эмигранты, мечтающие о новой жизни в Америке. Капитан «Титаника» — Эдвард Джон Смит. Ему 62 года, и он самый опытный из капитанов Уайстар Лайн. После этого рейса он планировал уйти на пенсию. Возможность катастрофы для пассажиров первого класса кажется невероятной. Они окружены роскошью и удобствами. Второй офицер «Титаника» — 38-летний Чарльз Лайтоллер, также был рад хорошей погоне. Удивительно, но двигатели на крупнейшем судне не были самыми большими. Но они были достаточно эффективны, чтобы разогнать судно. Инженеры быстро поняли, что отработанные пары с двигателей можно направлять в турбину. В результате получается двигательная установка смешанного типа. Один двигатель приводит в действие один винт. Именно поэтому у большинства судов времён «Титаника» было только два винта. У «Титаника» же и было три. Центральный приводился в движение центральной турбиной. На борту «Титаника» был его конструктор, Томас Эндрюс, который хотел довезти судно до эталона. Парадная лестница первого класса стала культовой. Вечером 13 апреля 1912 года пассажиры первого класса собрались здесь, чтобы пообщаться и насладиться её величием. До этого большинство лестниц на лайнерах были так называемого «закрытого типа». В случае с «Титаником» пролёты выходили в открытые просторные полы. На каждой палубе у пролётов был ресепшн. Это открытый тип. Впервые на британском судне дамы могли показать себя на лестнице во всей красе. На нижних палубах всё было проще. «White Star Line» пользовались хорошей репутацией у мигрантов. Компании очень хорошо относились к людям из третьего класса. Для некоторых «Титаник» был самым роскошным судном, которое они когда-либо видели. 14 апреля — четвёртый день путешествия. Хотя есть отдельные сообщения об Айтбергах, капитан Смит чувствует себя достаточно уверенно, чтобы увеличить скорость судна до 22 узлов. На вахте второй помощник капитана Чарльз Лайтоллер. Той ночью, 14 апреля, мы знали, что скоро войдём в область, где в это время года может встречаться лёд, и должны были принять все меры предосторожности. Погода была ясной. И в то время считалось нормой идти на полном ходу по хорошо известному ледовому маршруту. Логика была в том, что если идёшь на большей скорости, судно становится манёвреннее. В ту ночь мы шли со скоростью 22 узла. В 22.00 на вахте меня сменил первый помощник капитана Мэрдок, Уильям Мэрдок. Мы с ним побывали на многих быстроходных судах, и каждый из нас пересекал эту ледовую область много раз. После обычных формальностей я пожелал ему удачи и ушёл к себе. Я предполагал, что его вахта пройдёт так же спокойно, как и моя, ничего не слышно и не видно, только шум, рассекаемый носом волны. Каждые полчаса вперёд смотрящие оповещают, что всё хорошо. Он, как и я, ничего не знал о смертельной ловушке, ожидающей нас впереди. Спустя сто лет высокоточной камеры проливает новый свет на события 14 апреля 1912 года. Из Вороньего гнезда раздалось три удара колокола, и вперёд смотрящие сообщили «Айсберг прямо по курсу, сэр!» Это был 24-летний Фредерик Флит, один из вактовых в Вороньем гнезде. Стальные мачты были полыми. Внутри была лестница, забравшись по которой и выброшившись через овальный проём, вы попадали в Воронье гнездо. С обоих сторон всё ещё можно увидеть поручни. Там, на высоте 30 метров, Фредерик Флит бил именно в этот колокол. Он трижды ударил в колокол, предупреждая, что прямо по курсу находится препятствие и существует угроза столкновения. Затем он повернулся и поднял трубку, но единственным, с кем он может связаться, это капитанский мостик. Он прокричал «Айсберг прямо по курсу, сэр!» Первый помощник капитана, 39-летний Уильям Мердок, в это время был главным на мостике. Вероятно, Мердок увидел «Айсберг» практически одновременно с пересмотрящим и крикнул «Право на борт!» «Право на борт!» После того, как Мердок отдал приказ, он подбежал к машинному телеграфу и перевёл обе рукоятки в положение «Полный стоп». Телеграф сигнализирует в машинное отделение, что необходимо изменить скорость, а далее уже начинается работа механиков. Идея заключалась в том, чтобы увести нос от препятствия, затем быстро перевести штурвал в противоположную сторону и защитить от удара корму. Но повернуть нос судна влево непросто, ведь это не автомобиль. Поворот судна обеспечивал руль, расположенный на корме. Таким образом, вы поворачиваете корму, а нос уже следует за ней. Как только нос судна стал поворачивать, Мердок должен был перевести штурвал в противоположную сторону и увести корму от удара. Ещё бы чуть-чуть, и он увернулся. Но на такой скорости слишком поздно было что-то предпринимать. Нос повернул немного, но, увы, недостаточно, и произошло столкновение. Второй помощник Лайтоллер отдыхал в своей каюте, сразу за капитанским мостиком. Я лежал в своей койке, когда почувствовал небольшой удар. Это был не удар, скорее небольшая дрожь, пробежавшая по судну. Но этого было достаточно, чтобы заставить меня спрыгнуть с кровати. Выйдя на палубу, я побежал сначала к одному борту, затем к другому. Я не увидел, с чем мы столкнулись, поэтому я вернулся к себе и стал ждать. На нижних палубах ситуация намного критичнее. 28-летний кочегар Фредерик Барретт работал в котельной номер 6. Я крикнул «Закрыть все заслонки!» Этот приказ был выполнен, но столкновение произошло до того, как мы их все закрыли. Через пробоину стала поступать вода. Я ринулся к двери, ведущей в котельную номер 5. Водонепроницаемая переборка тогда была открыта. И как только мы проскочили, дверь стала закрываться. С этого момента «Титанику» оставалось жить 2 часа 40 минут. Удар айсберга пришелся на правый борт, куски льда попали на бак. Но хуже всего, судно получило пробоину ниже ватерлинии, которая задела 6 отсеков. И с этого момента ничего не могло спасти «Титаник». Большинство пассажиров и членов экипажа все еще не знают, что судно получило смертельный удар. Почти сразу же ко мне заглянул 4-й помощник капитана Босхал и сказал «Кажется, мы столкнулись с айсбергом». «Я знаю, что вы с чем-то столкнулись», — ответил я. «Я не думаю, что это серьезно, но и не предвкушал ничего хорошего». Затем он сказал «Вода в почтовом отделении на палубе «Эф». Больше ничего не требовалось говорить. На мне были брюки, свитер, бушлат, в таком виде я и выгружал на палубу». До столкновения мы шли на всех парах. Но теперь из-за внезапной остановки двигателей сработали аварийные клапаны, и пар с ревом вырывался наружу. Шум был оглушительным. Кричи сколько хочешь, никто не разберет ни слова. Стало понятно, что судно уже никуда не поплывет. Они открыли клапаны, и огромные клубы пара с ревом повалили из труб. Конструктор судна Томас Эндрюс спешил осмотреть повреждения. Спустя 25 минут он сообщает капитану ужасную новость. Через час, максимум два, судно затонет. Я встретил капитана и прикричал ему в самое ухо настолько громко, насколько мог. «Сажать ли в шлюпки женщины детей, сэр?» Он просто кивнул, и я начал заполнять шлюпку. К счастью, в это время гул пара прекратился. Пассажиры начали спрашивать меня, «Зачем вы готовите шлюпки к спуску и усаживаете в них женщины детей?» Я ответил, что это просто меры предосторожности, и что, скорее всего, всех их вернут на борт на рассвете. Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Боюсь, что моя собственная уверенность непотопляемости судна передалась другим. И женщины наотрез отказывались садиться в шлюпки. Девушки отдыхают... Не хочет ли она сесть в шлюпку, но она отказалась покидать своего молодого человека. Никогда в жизни ответила она. Жили вместе и закончим вместе. Храбрая девушка. Но она не представляла, насколько близок был конец. Как и я. Новая экспедиция в меньшайших подробностях наносит на карту место крушения «Титаника», запечатлевая потрясающие изображения недавно найденных обломков. Это позволяет заново взглянуть на то, что в ту ночь произошло в Северной Атлантике. 15 апреля 1912 года, 0.15 ночи. Прошло 35 минут с момента столкновения. Старший родитель 25-летний Джек Филликс и его 22-летний помощник Гаррель Брайт начали посылать сигналы бедствия. Капитан заглянул в радиорубку и сказал, «Мы столкнулись с айсбергом, просим помощи». Сначала они восприняли это скептично, но, будучи профессионалами, они немедленно начинают искать кого-либо в пределах радиуса действия радиостанции, кто может прийти на помощь. Филлипс работал всю ночь. Он начал посылать сигнал СИК-ЮДИ, и пока он выстукивал сообщение, мы постоянно шутили. Мы отнеслись к катастрофе как-то несерьезно. Шутили над этим, пока Филлипс отправлял сообщение. Через пять минут вернулся капитан. «Какой сигнал вы отсылаете?» — спросил он. СИК-ЮДИ ответил Филлипс. «Посылай СОС», — сказал я. «Это новый сигнал, и, возможно, наш единственный шанс использовать его». Филлипс сменил сигнал на СОС. СОС — принятый незадолго до катастрофы сигнал бедствия для судов к морю. Начал рассылаться продвинутой радиостанции «Титаника». Этот сигнал резко отличался от сигналов, передаваемых другими судами той ночью. У старого, обычного искрового передатчика, был рваный звук. Но звук «Титаника» был похож на современные сигналы. И вот, посреди всех этих глухих сообщений, рассылаемых судно на судно, начал раздаваться этот чистый сигнал. И это был звучащий на Семе сигнал, близкого к смерти «Титаника». Должно быть, было очень жутко слышать его. Это сигнал, который трудно было спутать, говоривший «Мы тонем, помогите нам». На шлюпочной палубе Лайтоллер и другие офицеры начинают принудительно сажать женщин и детей в шлюпки. Я не помню, когда впервые осознал всю серьезность ситуации. Но я знаю, что чем больше уходило шлюпок, тем больше людей я усаживал в оставшиеся. Потому что я прекрасно понимал, что судно тонет, и шлюпки не вместят всех, оставшихся на борту. На «Титанике» имелось два алюминиевых мегафона. Обычных используют, когда судно заходит в порт. Но в ту ночь, во время суматохи на шлюпочной палубе, капитан Смит взял мегафон и отдавал через него приказы. Я слышал, как он два или три раза кричал в мегафон, призывая лодки вернуться. Думаю, он хотел, чтобы они подошли к открытым лаз-спортам и приняли по трапам больше людей. По мере того, как ситуация становилась все более отчаянной, команда начинает запускать сигнальные ракеты. Это та самая установка, с которой запускались ракеты, для подачи сигнала бедствия. Много спорили о том, какого цвета были сигнальные ракеты «Титаника». Часто их изображали белыми. Но есть некоторые данные, указывающие на то, что ракеты были цветными. Если с «Титаника» запускали ракеты разных цветов, заметившие их, могли подумать, что это просто какой-то сигнал компании, а не сигнал бедствия. На сигнальные ракеты никто не отреагировал. Пассажиры и члены экипажа остаются одни посреди холодной Северной Атлантики, борясь со своей жизнью. Мне было ясно, что если мы хотим избежать ужасного позора, затонув со шлюпками, до сих пор висящими на шлюпалках, мы должны не только рисковать, мы должны работать за десятерых. Спасательные шлюпки располагались группами, по четыре в каждой. После того, как шлюпки были спущены, их талии просто свисали за бортом. Когда «Титаник» затонул, эти канаты запутались вокруг этих шлюпалок. На «Титанике» было установлено больше шлюпок, чем предписывалось правилами, но их всё равно не хватило, чтобы вместить все 2200 человек. Нельзя забывать, что мест в шлюпках хватало лишь для половины пассажиров, а шансы других выжить в голодной ледяной воде равнялись нулю. Те, кто спас их в шлюпках, отчётливо помнили, как прощались со своими близкими. Девушки и дети, первые. Кто-то кричит эти последние слова снова и снова снова. Они significали мою безопасность, но они также significали, что самое важное улучшение я впервые переживала. Они начали улучшить жизнь моего мужа. Мой папа подошли мать и я в без проблеме. Мой папа никогда не сказал ничего. Он пахнулся на сигаре. Он подошел мою мать и меня в шлюпках. Отголоски тех воспоминаний хранятся в предметах поднятых глубины. Я отвечаю за сохранность поднятых с одной артефактов. Все артефакты были подняты только с поля обломков. Это означает, что они были выброшены за борт или выпали из лайнера. Есть предметы, которые сохраняются очень хорошо. Например, керамика. Фарфор находится в относительно хорошем состоянии, и хотя он мог разломаться или распиться, но остается невредимым в морской среде. Чего не скажешь о металле. Железо подвержено коррозии, однако мерные сплавы, такие как бронза, из которых отливаются судовые ринды или что-то подобное, сохраняются очень хорошо. Важно помнить, что в 1912 году Титаник был самым большим движущимся объектом. Он был действительно огромным. В то время как многие артефакты огромные, личные вещи намного меньше и другие. Нам очень повезло поднять бумажные предметы и одежду. Они сохранились, так как находились в кожаных чемоданах или сумках. Это обстоятельство защитило вещи от микроорганизмов и спасло одежду. Вы пытаетесь представить, кто же был хозяином этой вещи. Это незабываемый момент, словно вы возвращаете человека к жизни. Адольф Сальфилд из Манчестера был парфюмером и продавцом духов. Он вез с собой пробники, 62 пузырька новых ароматов, которые он сам разработал. Он выжил, но его духи ушли на дно. Мы смогли поднять их и воссоздать эти ароматы. Драгоценности перестали быть важными, когда Титаник все глубже погружался под воду. Титаник медленно тонул почти два с половиной часа. Но в последние моменты события разворачиваются быстрее. Между спусками шлюпок я быстро бежал вперед и смотрел вниз по лестнице, которая вела вниз на 3-4 палубы. Я никогда не забуду вид той холодной зеленоватой воды, поднимающейся вверх по лестнице. Одни фонари светили на воду, другие же, погрузившись, подсвечивали воду, придавая ей ужасающий оттенок. Смотря на ту лестницу, я понимал, насколько судно уже погрузилось и много ли ему еще осталось. Спустя сто лет, наиболее полное исследование места крушения помогает по-новому глянуть на катастрофу. Спустя два часа после столкновения с айсбергом, большинство пассажиров Титаника все еще находились на нижних палубах за закрытыми решетками. Пассажиры 3-го класса ощутили удар намного сильнее, чем пассажира 1-го или 2-го. Поэтому, в отличие от верхних классов, они понимали, что ситуация опасная. Также они почувствовали, как вниз уходят палубы. Очень скоро они начали думать, как нам отсюда выбраться. Нам сказали, что нам лучше подняться на шлюпочную палубу, так у нас будет больше шансов сесть в шлюпку. Единственный путь — это подняться по металлической лестнице и минуя 5-6 палуб, выйти к шлюпкам. Когда многие пассажиры 3-го класса наконец смогли попасть на шлюпочную палубу, было уже слишком поздно. К 2 часам ночи испущенной оставалась всего лишь одна деревянная шлюпка. Боясь, что толпа бросится к ней, члены команды взялись за руки. Офицер Лайтоллер вытащил свой револьвер и сделал предупредительные истрелы в воздух. Настало время последней шлюпки. Небольшого плота со складными презентовыми бортами, закрепленные на крыше офицерских кают. Последними шлюпками, которые подготавливали к спуску, были складные шлюпки. Это были 4 дополнительные шлюпки, которые «Уайт Стар» установил сверхтребуемого по закону. Эти шлюпки не имеют собственных шлюпбалок и фактически находятся выше палубы, а именно у основания первой трубы. Матрос Хэмминг служил со мной на многих судах. Мы с ним перерезали веревку и выбросили ее в воду, которая уже затопила шлюпочную палубу на полметра. Очевидцы рассказывали, что в те ужасные моменты спуска последних шлюпок офицер стрелял из своего мистолета в толпу. Убив двух людей, он застрелился сам. Некоторые утверждают, что это был Уильям Мердок. Мердок находился на левом борту, а я на правом. Мердок был первым помощником капитана на «Титанике». Он был на мостике во время столкновения. Мердок зарекомендовал себя как уравновешенный и надежный моряк, но неизвестно, что случилось с ним в последние минуты. Большинство очевидцев утверждают, что в толпу действительно стреляли. А затем офицер застрелился. Но кто это был, до сих пор остается загадкой. Неужели Мердок погиб при исполнении своих обязанностей? Может, именно он застрелил тех двух пассажиров, а затем застрелился сам? Один из исследователей считает, что новые данные содержат новые подсказки. Когда мы смотрим на обломки, мы видим две передние шлюп-балки по одной из каждого борта. Та, что по левому борту, была под управлением Лайтоллера. Здесь стрела шлюп-балки откинута за борт. Это означает, что шлюпка была спущена, а шлюп-балка так и осталась в этом положении. Но шлюп-балка на правом борту, который управлял Мердок, повернута в сторону палубы. Это означает, что он готовил к спуску следующую шлюпку. Второй помощник Лайтоллер рассказывал, что видел, как почти перед самым концом Мердок работал с талями, пытаясь спустить последнюю складную шлюпку. Но вода смыла его. Я был последним из офицеров, кто видел Мердока. Он тогда пытался спустить складную шлюпку по правому борту. Он лично занимался одной из шлюп-балок. Все остальные сведения — абсолютная ложь. Мердок погиб, выполняя свой долг. Эта кожаная сумка с инициалами УМ была найдена в поле обломков. В ней были найдены офицерские пуговицы, обувная щетка и трубка. Многие верят, что сумка принадлежала Уильяму Мердоку. Она очень хрупкая, но мы можем придать ей прочности, погружая сумку в масло или воск. Существуют различные вещества, которые вы можете использовать для этой цели. Вы можете укрепить ее и даже восстановить часть формы. Трубка Мердока, которую он держит на этой фотографии, похожа на ту, что нашли в сумке. Пуговицы также соответствуют тем, которые были на его офицерском кителе. Инициалы УМ совпадают, но также могли принадлежать еще дюжине пассажиров «Титаника». Много мы уже никогда не узнаем, но это не умаляет ценности экспоната. Он многое пережил. «Титаник» утонул на глубину 4 километров, а затем снова был поднят на поверхность. В 2.17 ночи «Титаник» послал свое последнее радиосообщение. Капитан Смита дает последний приказ. На «Титаника» разыгрывается настоящая человеческая драма. В течение первых двух часов носовая часть затапливалась постепенно. И в конце концов нос судна полностью погрузился под воду. В результате нос полностью теряет плавучесть, а корма, благодаря известным водонепроницаемым перегородкам, остается на плаву. На судне еще оставались сотни людей. Я смотрел вниз, стоя на крыше офицерских кают, и вдруг судно резко дернулось вперед. Вода с шумом ринулась по палубе, унося всех и вся с собой. Многие тогда утонули. Каждый инстинктивно начал бежать на корму. Это могло отсрочить смерть, но быть в толпе борющихся за жизнь не могло повысить шансы на выживание. Спустя сто лет в холодных водах Северной Атлантики современные камеры снимают в высоком разрешении обломки самого известного судна. 15 апреля 1912 года, около двух часов ночи. Второй офицер Лайтоллера одним из последних покидает смертельно раненый лайнер, который начинает свое финальное погружение. Я был на крыше офицерских кают, и уже ничего нельзя было сделать. Судно начало погружаться, я повернулся и прыгнул в воду. Было ощущение, словно тысячи ножей вонзились в тело. Температура воды составляла минус 2, на 2 градуса ниже точки замерзания. В тот момент, перед разломом, по сути, было два судна. Одно стремилось остаться на плаву, другое шло на дно. Они держались вместе только благодаря секции двойного дна, которая в конце концов сломалась. Носовая часть при ударе о дно так глубоко погрузилась в Уилл, что якори, которые раньше висели так близко к поверхности, теперь так близко ко дну. Кадры, собранные этой экспедицией, проливают новый свет на последние минуты Титаника. Меня засосало под воду и прижало к решетке воздуховода, который ведет к котельной. Меня прибило потоком воды к этой решетке. Затем произошел взрыв или что-то подобное. Я подумал, что это взорвались котлы. Сильнейший выброс воздуха и воды вытолкнул меня наружу. Сначала Лайтоллера прибило потоком воды к решетке воздуховода. Затем его вытолкнул теплым воздухом, вырывающимся из тонущего лайнера. Кто-то с этим не согласен. Но когда я смотрел кадры, одна вещь сразу же бросилась мне в глаза. Прутия решетки были выгнуты, как будто что-то внутри судна давило на них. Вид этой решетки только подтверждает рассказ Лайтоллера. Я был на волосок от смерти, но в конце концов оказался рядом со складной шлюпкой, которую мы до этого пытались спустить с крыши офицерских кают. За нее я и ухватился. Он даже не представлял, что первая труба вот-вот упадет. Если бы он не забрался на эту шлюпку, и его не отнесло в сторону, он стал бы еще одной жертвой первой трубы, которая упала, убив большое количество людей. С трубой весом 50-60 тонн, с грохотом упала в воду. Упав, она отбросила шлюпку, и люди в воде ухватились за нее. Многие пытались добраться туда. Помню, что в следующий момент я держался за канат, привязанный к шлюпке. Мы находились на расстоянии около 30-35 метров от судна. Волна, поднятая упавшей трубой, выхватила шлюпку и отбросила подальше от судна. Я взобрался на скользкое дно перевернутой шлюпки, и именно оттуда я увидел, как Титаник уходит под воду. Я увидел, как корма поднималась все выше и выше, пока не поднялась совсем высоко из воды. Тут раздался ужасный грох и дырех. Это массивные котлы сорвались со своих мест. Падая, они сломали перегородки и все, что попадалось им на пути. Следы этого направленного внутрь взрыва впервые отчетливо видны на новых кадрах. Это означает, что котлы были горячими, когда судно затонуло. Возможно, они были раскочегарены для увеличения скорости, либо были запущены уже после стопновения и обеспечивали судно электричеством до самого конца. Все это время Титаник был отчетливо виден. Он светился своими рядами электрических огней. Когда котлы вышли из строя, Титаник погрузился в абсолютную тьму. Его огромный черный силуэт был хорошо различим на фоне звездного неба. Лайнер медленно кренился. Затем, ненадолго застыв, Титаник просто соскользнул под воду. Все, кто были со мной на перевернутой шлюпке, с трудом верили, что лайнер затонул. Кто-то просто сказал, он утонул. Как только Титаник скрылся под водой, люди в шлюпках стали перед сложным выбором. В воде находятся тысячи людей, и они зовут на помощь. Что делать? Кто-то предлагал вернуться и попробовать достать кого-то из воды, но большинство сходилось во мнении, что они нас потопят. Их слишком много, поэтому шлюпки останутся на своих местах. Это были люди, которые не знали, что делать, или знали, что уже ничего не сделать. Я думаю, что многие сделали свой выбор из-за себя и из-за других. Многие замерзли в ту ночь. И как же мучительно долго тянулось время до рассвета. Насквозь промокшие, по колено в ледяной воде, мы стояли на нашей перевернутой шлюпке. По правде говоря, я не надеялся, что кто-то из нас доживет до рассвета. Ночь выдалась очень морозной, и ближе к рассвету становилось все холоднее и холоднее. Казалось, в это самое холодное и темное время ждать помощи неоткуда. Звезды постепенно исчезали, и их место занимало слабое розовое зарево наступающего дня. 1496 пассажиров Титаника не увидят этот восход Солнца. Спустя век, изображения высокой четкости позволяют нам увидеть судно в мельчайших подробностях, а также помогают понять, что произошло в те последние дни и минуты. Чтобы увидеть эти обломки, вам не нужно погружаться на глубину 4000 метров. теперь любой может рассмотреть Титаник во всех деталях, ощутить, насколько огромным было судно, почувствовать глубину. вы сможете заглянуть вовнутрь. Спустя 9 часов после столкновения только 712 из более чем 2200 пассажиров Титаника были спасены из ледяных вод Атлантики. Когда стало светать, многие из нас все еще держались. Из перевернутой лодки мы перебрались в одну из спасательных шлюпок. Утром, когда рассвело, мы увидели идущую к нам Карпатию. Как же мы были рады видеть ее. Карпатия одну за другой подбирала шлюпки из воды. Хотя пассажиры Титаника и были спасены, их вещи уже стали частью истории. Сегодня вещи, поднятые со дна, воскрешают голоса как выживших, так и погибших. Вещи помогают почтить их память, возвращают их жизни. Это значит, что они не забыты, и что кто-то все еще пытается узнать о них. Кем они были сто лет назад? Даже если от Титаника в конечном счете останется ржавое пятно на океанском дне, он навсегда останется этим местом, которое, благодаря историям тех людей, будет притягивать нас. Их история отзывается в наших сердцах. Это место люди никогда не забудут, как они не забывают другие особые места, где произошли великие, а иногда и ужасные вещи. Наконец, все благополучно поднялись на борт, и с семью сотнями людей, переживших ту ночь, Карпатия покинула место трагедии и взяла курс на Нью-Йорк. Перевод подготовила историко-исследовательское сообщество «Титаника». Текст читали Ашур Шаропов и Татьяна Сиднева. Продолжение следует... Продолжение следует...